всем привет меня зовут наташа и вы на моем канале о вязании добро пожаловать хочу сказать что это видео будет смесь между готовыми работами болталка и процессами и так далее надеюсь вы не скучно проведете время и вам понравится это видео хочу начать с того что я сейчас сижу в своем кардигане мохеровый красавчик по описанию от маргариты тереховой вот так показываю чтобы вы видели что катышек нет носила я этот кардиган уже несколько раз надевала вечерами на поверх платья футбола гуляла в нем и даже вот дома второй день сегодня ношу и никаких катышек ничего нет то есть я этим кардиганом очень-очень довольна чувствуешь себя такой прям леди и он как-то так неряшливо данный сидит то есть абсолютно как-то так модно молодежно прям супер мне очень-очень нравится довольно не знаю что еще сказать ну просто вяжите себе если вам хочется такую вещь и самое главное конечно же что я бы хочу вам показать и поболтать по подольше это мой свитер свитер мечты я вот так назвала и кстати хочу сказать почему это свитер мечты потому что в моем представлении вот идеальный свитер именно такое небесно-голубого цвета с косами с какими-то узорами он такой уютный подходит под любую одежду и с брюками и с джинсами и может быть даже с юбкой какой-то и вот я его связала собственно вот сам свитер такая горловина него двойная резинкой рукавах тоже резинка скрещена один-на-один снизу такой красивый просто супер вязала я его по описанию от их гешениц вся информация будет конечно же под видео вдруг вы захотите себе такой же связать чтобы вы могли найти автора по описанию было предложено несколько вариантов пряж и для себя я выбрала тот вариант который мне больше всего хотелось попробовать и легче всего было найти это пряжа от холст карн кост в составе 50 на 50 лэмпс и хлопок и вязала я в 2 нити на спицах тройка резинки и основное полотно на четверке ну свитер получился просто потрясающе по-другому не могу сказать связала его очень быстро буквально за несколько дней хотелось побыстрее закончить и немножечко косичного как раз такие за спешки я не учла что когда я начну свитер носить уже он у меня немножко под растянется то есть по телу и немножко подпрыгнет поэтому мне к сожалению нужно будет довязать немножечко рукава буквально полтора-два сантиметра и тело также я хочу удлинить потому что хоть он и задумывался как укороченный свитер тем не менее то есть границы свитера и допустим джинс на высокой талии они прямо находятся рядышком хотелось бы чтобы свитер немножко перекрывал поэтому я этим займусь ближайшее время немножечко довяжу слава богу пряжа у меня осталось прилично так я думаю что в общей сложности мне нет весов но грамм наверно 70-80 у меня осталось представляете то есть у меня ушло буквально четыре с половиной матка из 6 на размер xs 40 42 то есть расход потрясающий и пряжа тоже потрясающе на ней нет никаких катышек я не знаю с чем это связано но абсолютно не скатывается я надевала этот свитер уже и под куртку и просто носила и в машине сидела всячески подвергала его испытаниям тем не менее также в идеальном состоянии я честно говоря в шоке до этого у меня вся пряжа всегда покрывалась катышками что браш тальпака силка дроп сразу в катышках что лима дропс также сразу не полную в общем все покрывалась катышками а вот этот кардиган и свитер ну пока держится достойно никаких катышек нет поэтому мне конечно хочется вязать из конкретно из пряжи кост от холст гарни еще и еще супер ска я знаете не умею долго рассказывать наверное это все по свитеру и сейчас покажу свой процесс в процессе у меня футболочка из полухлопка у меня оставалось пряжа я привезла еще из россии это пряжа от на к называется на калику 50 на 50 хлопок крил я вязала из него футболку в тестировании у лены шипеть к он топ ариэль по моему называется если ничего не путаю и топ мне как-то знаете разонравился в том плане что он большего от мне получился и я распустила его и плюс пряжи осталось поэтому я решила связать что-то новенькое я уже вязала маленькую детскую футболочку по описанию катерин ралли я ее подарила и пряжи все равно много очень осталось думаю свяжу себе потому что носить мне на лето как-то особо нечего вязать хочется вам все сошлось в одном и смотрите что я начала вязать как начала мне на самом деле уже заканчиваем это футболочка по описанию вы наверное все узнали уже это описание датского дизайнера петит нет свитер я вязала уже по ее описанию сентябрьский на и вот теперь футболочка мне осталось буквально немножечко в длину и можно стирать выпрямлять петли пока все так кривенько до смотрится тем не менее у нее с точно таким дизайном помимо футболки есть джемпер то есть длинным рукавом и есть кардиган вот меня еще я так подумала что купив описание на футболку я потом смогу себе и джемпер связать без проблемы с другой пряжи свяжу я на спицах три с половиной тела и резиночки вот здесь на рукавчиках и по низу полотна будут так тут нитки у меня еще естественно не заправлены резинки будут на тройке такой вот занимательный процесс хочу сказать что вот эту кокетку я связала буквально за несколько часов пока я ехала в машине мы собирались менять масло вот по дороге потом по магазинам туда-сюда есть или я не заметила как я ее связала то есть буквально вот я два не скажу что дня нет ну наверное первый раз полдня и второй раз тоже полдня и вот уже готова практически вещь то есть вяжется очень-очень быстро но еще спицы три с половиной такие не мелкие это не два с половиной на ковырят стоп так что вот вижу и очень рады этому процессу что он не появился в оригинале здесь используется пряжа от санны с гарн который ли он просто то есть не тонкий ли он а именно лен где 50 грамм 100 110 или 120 метров где-то так вот я подумала что свяжу сначала из того что мне есть если мне все понравится модель мне подойдет красиво будет смотреться то тогда я закажу пряжу от санны с гарн почему нет так вот быстренько показала свою готовую работу и процесс если у вас какие-то вопросы возникнут обязательно пишите в комментариях я всем отвечу просто не знаю что еще рассказать возможно какая-то информация от меня ушла будет интересно вам поэтому спрашивайте не стесняйтесь и хотела и конечно же поговорить о вдохновении где его брать найти инстаграме уже весь перелистала хочется чего-то новенького и я вспомнила что есть такой сайт который называется raulary и там есть и описание дизайнеры в общем все много много всего интересного честно скажу что этот сайт мне по конструкции напоминает 90 почему же нельзя придумать какой-то удобный интерфейс который можно было пользоваться с мобильного из компьютера ну что делать есть то что есть пошла я на этот сайт почему потому что на сайте где я планировала заказать пряжу я увидела в разделе описание интересные модели и у всех этих моделей был один автор катрин шнайдер я подумал что сто процентов ее там можно будет найти и правда нашла я этого дизайнера мне очень понравились ее кардиганы я вам здесь покажу обязательно ставлю фотографии какие кардиганы мне приглянулись они все связаны регланом погоном и с виду это выглядит так просто ну так красиво и такое ощущение что вяжется тоже очень просто ну вот я хочу попробовать связать один из этих кардиганов что-то новенькое хочется в технике реглан погон я еще ни разу не вязала и я думаю что это будет очень здоровский опыт надо как-то расширять свои границы это все реглан сверху реглан сверху помимо катрин шнайдер конечно же там очень много других дизайнеров я просто пила в поисковик дизайнер и мне выдал сайт около 1000 страниц с разными с разными людьми которые выпускают свои описания я осилила только 5 страниц и уже для себя почерпнула некоторые вещи на сохранила их в избранное все рассортировала по папочкам но наверняка я очень многое упустила еще мне предстоит открыть все эти описания естественно на английском языке но я думаю это не проблема если очень хочется связать в ту или иную модель к тому же судя по описанию петит нет я не знаю как но скорее всего описание на английском языке они более простые лаконичные чем на русском ну по крайней мере вот у меня есть опыт вязания только по описаниям петит нет и я могу сказать что ее модели кажется даже сложнее но вяжется куда проще так вот подскажите мне если у вас есть какие-то на примете описание с сайта равли подскажите мне дайте ссылку или по названию или автора я поищу посмотрю потому что я как и любая вязальщица в постоянном постоянном поиске вдохновения и каких-то новых моделей и дизайнов я не тот человек который сам создает я скорее всего как потребитель покупаю вижу то что мне нравится мне надо увидеть и чтоб она мне сразу приглянулась а самой что-то там знаете придумать это пока не моем сто процентов не моем посмотрим как будет дальше пока так еще немножечко хочу с вами поболтать рассказать о том что в моей жизни произошло такое радостное событие я так говорю как будто бы я не знаю замуж вышла нет просто у меня появились в жизни ролики роликовые коньки и вы не представляете какое-то счастье если бы я знала насколько это полезно насколько это эффективно в качестве тренировок кардио тренировок и тренировок вообще в принципе всего тела я бы конечно же раньше обзавелась этим чудом так как я живу в германии здесь просто грех не кататься на великах на роликов потому что для этого есть специальные дорожки я решила что помимо велика мне неплохо было бы заиметь ролики и вот как раз повод был у нас была годовщина знакомства с мужем и он не подарил эти ролики я на них ни разу в жизни не каталась но я умею кататься на коньках именно зимних на по льду и мне сказали что в принципе ничего сложного и действительно я встала и поехала единственное что у меня пока проблемы с торможением я не очень торможу потом просто разворачиваюсь и постепенно снижаю скорость останавливалась теперь вот у меня такое вдохновение кататься тренироваться потому что даже после нескольких тренировок таких по 4 5 километра когда я проехала на следующий день у тебя уже начинает болеть все тело болят все мышцы руки спина даже пресс ноги причем внутренняя часть бедра как вы знаете до девочки что эту часть очень трудно именно на тренировать на подтянуть поэтому вот такая у меня радость новость если вы тоже катаетесь на ролик дайте знать мы будем кататься вместе есть такое приложение adidas рантастик по моему рантастик называется это можно найти в play маркете или в appstore и там можно добавляться в друзья делать лайв тренировки так что жду вас если что присоединяйтесь будем вместе кататься и поддерживать друг друга потому что скоро лето надо приводить себя в форму спасибо что провели это время со мной буду заканчивать такие такое у меня короткое видео было совсем немного новостей впереди конечно же много задумок и проектов поэтому встретимся с вами в новых видео и напоследок покажу вам отрывок со своих покатушек всем желаю теплого солнечного и незабываемого лета которое у нас впереди ну кого-то она уже наступает или наступила как у нас пока пока а